Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях директор «Комсомольской правды» в Рязани Николай Мальцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Николай сегодня у нас в гостях, и, собственно, он нам расскажет о своем новом издательском проекте. В принципе, «Комсомолка» очень любит всевозможные проекты реализовывать. И вот с очередным вы сегодня у нас в гостях. Расскажите о нем подробнее, что это. Да, это новая книжная коллекция издательского дома «Комсомольской правды». Этот проект составляет 50 томов, 50 книг, замечательных фотоальбомов под названием «Под общим путешествую с удовольствием». Он целиком посвящен различным странам мира, которые могли бы выбрать россияне, рязанцы, в данном случае, для своего отдыха. Вот. Альбомы отличаются отличной полиграфией и самыми лучшими видами тех стран и мест, как бы, на земле, которые собраны фотокорреспондентами «Комсомольской правды». Вот. Зачем нужен этот проект? Сейчас русские люди, русский народ очень активно путешествует. Многие страны являются сферой интересов наших сограждан. Вот. И проект этот предназначен не для того, чтобы продублировать ту информацию, которая есть в интернете, а наоборот, с помощью вот нашей работы, редакционной работы, которая собрала все вместе в альбоме, каждый, который носит имя какой-то конкретной страны, все самое красивое в этой стране. И, соответственно, дарит читателям возможность из этих многочисленных, из десятков и сотен фотографий, видов выбрать те, которые бы люди хотели увидеть своими собственными глазами. Очень часто, выбирая страну или место для своего путешествия, для проведения отпуска, люди руководствуются стереотипами. Ну, например, там, пирамида Египта или, там, не знаю, или вот… Или башня Эйфелева, да? Да, или Эйфелева башня, да. Вот, или Колизей и так далее. Но, по своему даже опыту, я хочу сказать, что эти места, при том, что они впечатляют и они, конечно, великолепны, на самом деле ничуть не лучше многих других мест в той же самой стране, которые просто-напросто волею судьбы, волею фортуны оказались за бортом внимания наших русских туристов. И, соответственно, они просто не знают этих мест и не едут туда, не хотят посмотреть их своими глазами. Появится в продаже альбом, на обложке которого будет одно из красивейших мест Греции. Вот, это бухта кораблекрушения. Эта бухта находится на острове Закинфос. Несмотря на то, что она пользуется колоссальной популярностью среди многих туристов зарубежных, русские бывали там не всегда, редко. Это не самый культовый для русских остров. Крит гораздо-гораздо-гораздо популярней. А рядом с Критом находится Санторини. Это остров, где когда-то взорвался вулкан. Ну и, собственно, вот это является объектом для наших туристических мечтаний. С другой стороны, есть, например, еще Корфу, в последнее время стал более... И Родос, конечно, Родос. Вот, хотя, если сравнивать, к примеру, виды Родоса и Закинфоса, это еще большой вопрос, какой будет более впечатляющий. Вот, для этих людей, для помощи в их поиске, по-настоящему красивых мест, и создается наша коллекция. Книги, книги будут поступать в продажу в киоске Роспечать, в нашу рязанскую сеть еженедельно, по четвергам. Вот, первый том вы сможете приобрести, наши читатели-рязанцы смогут приобрести по 89 рублей. Вот, это будет том, посвященный Греции. Вот, в дальнейшем книги будут стоить, цена одна, и уже меняться не будет, 199 рублей в розницу. А при подписке в редакции «Комсомольской правды», как это уже сложилось по традиции, можно будет значительно сэкономить. Там книга будет стоить 140 рублей. Особенностью коллекции «Комсомольской правды» во все времена, вот сколько они уже издаются, начиная от великих композиторов, великих художников, музеев и так далее, это очень высокое качество, качество полиграфии, качество содержания при низкой цене, низкой в своем сегменте. Потому что даже цена 199 рублей, вот, она для наших книжных магазинов является сейчас очень и очень низкой. Причина высоких цен вообще на книжную продукцию, вот, на рынке, в том, что издаются книги очень малыми тиражами. И, соответственно, высока цена. У «Комсомолки» все наоборот. Вот. Книги, благодаря тому, что они имеют широкую реализацию, издаются тиражами большими. Соответственно, работают по несколько комбинатов для того, чтобы напечатать всю эту коллекцию. И Ярославль, и Рига работает, и Торунь польская, вот, и немецкие книгоиздатели, подчас выпуская одну коллекцию. И посему цена, цена сразу опускается в разы. Это позволяет делать книги с эксклюзивным содержанием, доступным для самых широких масс. Вот в этом наша миссия, наша функция. Также я хочу сказать, что от себя, вот, от редакции, что каждому нашему подписчику, который придет к нам в редакцию, мы обязательно подарим и справочник путешественника, который сделала наша редакция, редакция «Рязанской комсомолки». Она издает его уже год. Этот справочник направлен в помощь всем, кто отправляется за рубеж. Делаем мы его совместно с УФМС, вот, с таможней. И поэтому здесь приведена самая полезная информация, которая может пригодиться нашим согражданам, нашим землякам за рубежом. Вот, в том числе и в экстренных ситуациях, когда, например, они потеряли загранпаспорт или еще какие-то беды. Соответственно, эти вопросы мы заранее обсуждаем на странице справочника, чтобы был уже готовый ответ. Здесь есть даже мини-словарик, вот, который затрагивает шесть основных языков, даже сербско-хорватский. Сербы, самые настоящие сербы, которые живут в нашем городе, помогали нам в составлении вот именно этого раздела касательно их языка. Поэтому я думаю, что у читателей, у наших подписчиков не возникнет трудностей при общении за рубежом с местными жителями. С сербами. Да, да, сербами и хорватами, да. А они грамотные ребята с образованием или... Да, но предпочитают говорить на своем языке, вот. Посему, как бы, когда ты общаешься на одном языке с местными жителями, ты становишься им гораздо ближе и роднее. Это открывает колоссальные возможности за рубежом, да-да-да, в том числе и возможности личного знакомства. И, как бы, впоследствии это будут и значительные скидки, и очень выгодные предложения, когда ты сможешь отдыхать совсем не по тем даже ценам, которые предлагают отели. Вот, поэтому я, как бы, призываю всех наших земляков обязательно идти через дружбу, вот, стараться наладить связи между народами в этих поездках. Ну, Николай, у вас в руках книжка «Норвегия». Да, я взял... Да, и были интересны какие-то пункты. Давайте пройдемся. Да, конечно. Вот, сейчас я покажу. Норвегия не, как бы, не облюбована нашими туристами в силу сложностей с климатом этой страны. Но надо, как бы, отметить, что поскольку там проходит, поскольку проходит течение, теплое течение, гольфстрим, то Норвегия вполне приемлема для того, чтобы там приводить летом. Да, есть перепады температуры и погоды, но все вместе и океан, который находится в Норвегии, создали удивительные рельефы, ландшафты этой страны. Вот, это и вот такие высеченные ветром горы, это и фьорды, это вот в северной Норвегии. Фьорды самые длинные на земле, самые глубокие. Вот это полярные сияния, которые тоже можно увидеть. Необыкновенная красота, да? И это вот корреспонденты, собственно, наблюдали своими глазами. Какая хорошая работа у вас. Ну, они стараются. Смотрю фотографии, конечно, необыкновенной красоты, тут ничего не скажешь. Полезная, мне кажется, литература. Потому что перед любой поездкой, перед каждой поездкой, все-таки это ваши деньги, которые многие копят в течение всего года. Очень важно сначала посмотреть апреллице, куда же ты едешь. На что ты отдаешь свои деньги. Потому что есть такие люди, их немало, которые приезжают разочарованными. Вот, я думала, а там все. А касса Египет, это песок? Да, да, да. А я-то думала, что это целиком пирамиды там везде. Вот, посему, как бы выбрав место, прочитав про него и поняв, что это твое, это действительно тебе будет интересно. Вот те же города Транхейм, Берген, Ставангер и так далее. Как бы какой Киркенес, в какой из них поехать? Куда тебе плить, что у тебя ближе, архитектура или же просто там на цветочки посмотреть на флору? А ведь расстояние подчас бывает колоссальное. Вот, и выбрав, например, Киркенес, ты уже никак не попадаешь, например, в Транхейм. Вот, и потом ждешь целого года, чтобы, быть может, исправить свою ошибку. Или вообще разочароваться в стране и сказать, нет, я туда ездить не могу. Ну вот, морепродукты, деликатесы, деревушки, которые находятся в том числе под защитой, под охраной ЮНЕСКО. То есть там исторические памятники. Страна как-то выпадала из поля моего. Мне кажется, молодежь сейчас думает, что там везде тролли и туда нечего ездить. Вот, но зато молодежи как бы обеспечены такие острые впечатления от общения с троллями. Спасибо еще раз, Николай, что пришли к нам в гости. Николай Мальцев был у нас в гостях. Это была программа «Семь минут». Всего вам самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok